Всем привет, друзья! Долгожданный каст про спорт. Постараюсь сегодня рассказать и очень постараюсь сделать этот каст максимально коротким, хотя рассказывать буду практически о всей своей жизни. Также отмечу, что каст без сценария пишется, поэтому заранее сорьки за всякие э, а и так далее. Как говорится, говорю без бумажки. Ну и такой еще момент, что каст будет без какой-либо мыслей, абсолютно такой описательный, просто не обучающий. То есть я просто рассказываю как бы о себе, но несколько своих мыслей в конце оставлю. Итак, период первый, школьный. Для меня здесь надо сказать, что я вижу, как некоторые мамки, ну мамы, давайте не будем оскорблять, мамы, пытаются вот с детства отдать своих детей на какие-то кружки, там тренинги, приводят их куда-то на какие-то вот темы. И скажу честно, то, сделал такое небольшое отступление, скажу честно, что мне не очень приятно. Мне не очень приятно, когда мамы смотрят вот эти вот передачи, знаете, сейчас очень модные, когда дети там выступают, показывают, какие они вот способны. Мне не очень приятно, когда вот мамы там детей своих вот пинают, потому что я сам как бы, ну сейчас я расскажу, тоже занимался тренерством, в том числе детским тренерством. И в большинстве своем все-таки, там процентов на 80, мамы, во-первых, эти мамы занимаются почему-то, а не папы, что печально, даже в вопросе мальчиков. А во-вторых, хотя этим должен заниматься исключительно папа, эти вопросы решать. А во-вторых, ну что как бы печально, то что в основном мамы пытаются самоутвердиться. То есть вот и у них не получилось реализоваться, давай я детей своих отминаю. Это печально. И мне это как бы никогда не нравилось. И еще один, конечно, такой момент, может быть здесь уже какая-то непозитивные какие-то качества, какая-то зависть там играет в этом вопросе. Он связан с тем, что меня как бы в детстве практически никуда не отдавали. В общем дело, то есть в совсем раннем детстве меня отдали на шахматы. Там уже была большая такая, ну не большая, а неправильно выразился, действующая группа. Я практически до текущего возраста, так у меня и осталась не любовь к группам, на которые не набор идет. Как бы их так, блин, назвать одним словом, подскажите в комментариях. В общем, когда ты приходишь на группу, которая либо вообще не имеет наборов, то есть в которую просто донаборы постоянно делаются, либо в которую вот этот донабор был там несколько лет назад. И ты приходишь, люди уже там решают какие-то задачи сложные, знают там, что такое там рокировка. Я до сих пор не знаю, что это такое, честно вам скажу. Какой-то гамбит, там какие-то задачи решают. Вот. Я пришел, походил буквально там 3-4... Причем инициатором туда пойти, по-моему, бабушка вообще была. Я пришел, походил туда там 2-3 раза. То есть буквально чуть-чуть вот сходил несколько раз. И мне очень быстро надоело, вообще не мое. Я там начал ныть, что я нет, не пойду, короче говоря, не хочу. Ну а так как водила туда бабушка, ей тоже было лень ходить. Она моментально на эту тему, значит, повелась. Кстати, в шахматы меня... Ну, я пока не буду раскрывать карты до конца. В общем, научил играть маленький мальчик. Вот, буквально недавно, месяц назад. И причем у меня этот мальчик даже первые вот несколько... Как они правильно называются? Партий, да, несколько партий меня порвал. Как щенка просто в этих шахматах. Семилетний маленький мальчик. И я до сих пор не знаю, как фигуры называются. И как ходят, все время у него спрашивают. Ну вот недавно хоть одержал победу у него первую, так сказать. Шах и мат. Ну, ладно. А потом я очень долгое время ничего не делал. То есть, вот... На самом деле, почему я так вот переживаю по поводу того, что ребенка, ну, в детстве начинают... Вот, он и так нагружен. Сейчас же в школе вообще ад творится. Куча предметов там. И я очень переживаю, почему вот когда... Ну, опять же, я не... Честно скажу, я неправомерно переживаю. То есть, это мои внутренние переживания. То есть, я, может быть, и не прав. То есть, может быть, я просто завидую. Но я переживаю вот когда ребенка начинает там с детства куда-то отдавать. Ну, потому что я в очень поздном возрасте занялся каким-то спортом серьезным. И я не могу сказать, что я не достиг каких-то там успехов или там каким-то... Ну, и люди, которые меня окружают, не могут сказать, что каким-то лузером вырос. Ну, ладно. Об этом позже. Значит, потом... Ну, меня родители принципиально никуда не отдавали. И там... Ну, там... Годов лет, наверное, в 10-11 я стал задавать вопрос. Типа, а... Ну, а что за ферни? А почему мне кое-нибудь не отдаете-то? Ну, там у нас были такие ответы, что типа, ой, нам там водить некому. Мы работаем вдвоем там. Извини. Ну, как бы, ладно. То денег нет там. Хотя тогда, на самом деле, все это было бесплатно. Это была отмазка. При коммунизме все это было бесплатно. Я... Потому что я учился. Либо стоило какие-то сущие копейки. Вот, как случайно, я там закарифанился с каким-то парнем в школе. Это было, по-моему, лет 12 мне было. И он, по-моему, это так было. Я не помню подробности. Он мне рассказал, что в школе там вот он ходит на карате. Ну, и что-то во мне щелкнуло, я захотел. То есть, тогда как раз стали вот эти фильмы появляться про карате. Брюс Ли там, все дела. Но, кстати говоря, на самом-то деле, я только год назад понял, что Брюс Ли к карате никакого отношения не имеет вообще. Ну, ладно. Значит, это было... Я вот, честно, я очень плохо разбираюсь в карате. То есть, я примерно знаю, что это японское боевое искусство, но там же есть куча разных подразделений. Там, кёку-синкай карате, там, карате-до, по-моему, там. И они как-то еще одно входит в другое. Вот, честно, не хочу показаться невежей, парни. Вот, ну, реально, если кто знает, просветите тоже в комментариях. Я вот, это было, мне было 13 лет, я ни хрена не помню, не помню, как это называлось. И, ну, это было... И до сих пор я не разбираюсь в этой теме. То есть, я не могу ничего плохого сказать вообще про карате. И хорошего тоже ничего не могу сказать, потому что я не разбираюсь. Но конкретно там, то есть, система преподавания, которая была там, она была ужасна. Значит, во-первых, это опять была группа... Вот, без донаборов. То есть, я пришел уже в действующую группу. И мне пришлось вливаться. То есть, люди уже делали какие-то вещи. Что было круто? Круто было... Давайте о плюсах и минусах. Плюс был то, что у меня появились какие-то друзья новые и какое-то увлечение. Плюс был в том, что... Плюс был в том, что там было очень много физухи. Нереальное количество физухи. Первый раз в жизни меня хотя бы научили отжиматься, пресс качать там. Потому что папа... Чем этим должен был заниматься? Папа. Второй, кто должен был этим заниматься? Этим должны были заниматься в школе. Этим никто не занимался. И очень круто, что вот на карате, ну, как бы это делали. Что было плохо? Здесь надо сказать, что все, вот, в большинстве своем восточные единоборства, чем они отличаются от, там, каких-то... Ну, от тех единоборств, про которые я буду говорить чуть позже. То есть, что до того момента, когда ты, ну, во-первых, понимаешь хотя бы, как дать удар. Как... Да что же за фраза такая привязалась ко мне? Дать удар. В общем, пока ты дойдешь до того момента, до реальных спаррингов, давайте вот так это назовем, до обучения каким-то непосредственным практическим навыкам нанести удар правильно. Защититься от удара и непосредственных спаррингов, и главное, внутреннего состояния. Проходит очень много времени. Конечно, зависит от преподавателя. Но вот там, где я занимался, и большинство моих друзей, в принципе, которые ходили на всякие Акидо, тоже говорили, что там очень много философии, какого-то, заучивания каких-то фишек, но до непосредственных спаррингов ты доходишь очень-очень нескоро. И вот я иногда смотрю, есть такой канал, Стрелка называется там, ну, это а-ля ММА, бои без правил там. И туда приходят люди с разными, с разных школ, и вот участвуют в поединках. Вот туда как-то пришел чувак с Айкидо. Ну, было видно, что он вроде что-то делает, ну, дедушка такой старый, но слабенький он. Ну, то есть я не хочу ахать, в принципе, школу Айкидо, но видно, что до того, чтобы вот дойти до какого-то реально там уровня, то есть нужно очень много заниматься. И вот как раз в моей группе было такое, то есть было очень много хореографии, то есть выучивание этих камай-кота вот этих там, ой, это извинчу, не удар, сори. Значит, там вот всей вот этой вот темы там, все вот это было очень много, но непосредственно, а как по шее-то дать? Вот этого не было. То есть вот непосредственно спаррингов, то есть работе в паре с партнером там, вот этого ничего не было. И это, конечно, очень быстро наскучило. Потом меня мой, значит, я опять бездельничал долгие годы, потом мой одноклассник меня затащил на вольную борьбу. Типа, я хожу на вольную борьбу, это так круто. Тогда к вольной борьбе у меня было категорически, ну, точнее, тогда у меня отношений не было никакого, а потом, пока я не стал смотреть поединки вот этой стрелки, буквально месяц назад, у меня к вольной борьбе было вообще категорически отрицательное отношение как к спорту. Ну, я, кстати, тоже сейчас по поводу вольной борьбы скажу там свою ремарку. И здесь надо сказать вот что, что я пошел на эту вольную борьбу, отзанимался одно занятие, пришел домой и сказал, мама, круто, я там типа в партере поработал вообще. И тут, конечно, случился вот инфернальный такой пипец, о котором я много говорю на своих каналах, то, что мать запретила мне ходить, сказал, нет, ты что, ты там, у тебя восьмой класс, у тебя уроки, тебе надо там готовиться, не знаю там к чему. Нет, ты не справишься, тебе там сломают спину, короче, нельзя ходить. Ну, еще она меня отговорила. Ну, и потом я очень долго никаким спортом не занимался вообще. Потом я попал в армию, где я на тот момент, у меня была, есть такая статья армейская, называется пониженное питание. То есть пониженное питание, это, чтобы вы понимали, то есть это такая промежуточная статья, если к человеку, страдающему пониженным питанием добавить 5 сантиметров роста, то это дистрофия. И его в армию, он все, он вот, представьте, дали 3 сантиметра роста, то есть вот, короче, какой-то маленький там сантиметраж. В общем, вот мне не хватало там буквально 2-3 сантиметра, вот у меня там рост 170, вес у меня тогда был там, ну что-то там килограмм 49, что ли, там такого плана, или 50, то есть мне там 2-3 сантиметра роста, и все, меня бы в армию не взяли. То есть я пришел в армию, нас, естественно, повели в баню, я, ну все, естественно, разделись, и там сидели старослужащие, это были, как правило, парни из деревни, из других каких-то городов, где, может быть, у них были нормальные папы, они ходили в какую-то школу, там занимались боксом, спортом, подкачивались там, и они были, ну такие, то есть они были моего возраста, ребята, но и я тогда первый раз вообще в своей жизни увидел, то есть вот я сейчас с теми мальчиками маленькими, с которыми я взаимодействую, я вот, ну ведь обратите внимание, ведь подумайте, кстати, на фитнес, на фитнес практически, ну на фитнес мужской, на качалку, ведь вы видели вообще в качалке маленьких пацанов? Я практически не вижу, то есть вот я когда ходил, там не было маленьких вот там 5 лет, 7 лет, то есть на бальные танцы их отдают, на куда-то там их отдают, а вот нормальным мужской ставить тело, ну те вот ребята, которые там в 5-6 лет уже там отжимаются, и там тягают гантели, они в ютубе вот ролики с такими пацанами сразу вылетают, то есть такие как бы ролики, они сразу вылетают в топ, и я не знаю, почему, может быть, мамы запрещают, может быть, просто папы не определяют вот воспитание правильное пацанов, но я не вижу, чтобы мальчики вот повально там 6-7 лет уже хотя бы отжимались, там еще что-то, я заставляю вот тех ребят, которых, с которыми меня жизнь пересекает, там в 3-4 года я заставляю их отжиматься, там пытаться на турнике хоть что-то сделать, потому что на самом деле надо с детства уже парня приучать вот свое тело делать, потому что я говорю, я в 18 лет там первый раз узнал, что существует такое понятие, как спортзал, увидел, как выглядит накачанное мужское тело, представляете? И это, конечно, было, то есть не было культуры вот этого всего, она не была проинсталлирована, и, соответственно, меня увидели вот эти вот ребята, как я выглядел, у меня, не помню, по-моему, у меня не сохранилось фотографий, но про там кач и спорт, ой, про кач и про питание я отдельно сделал указ, сейчас давайте не будем эту тему поднимать здесь, про кач, хорошо? То есть это вот отдельная тема, то есть я как бы считаю, что есть спорт, то есть человек должен заниматься, потому что кач, это абсолютно, это как растяжка, то есть вот, да, то есть качем надо заниматься параллельно, он не относится к спорту, то есть неважно, чем ты занимаешься, там танцами ты занимаешься, там тоже нужно красивое тело, там единоборствами ты занимаешься, там по-любому нужен вес, по-любому хоть какой-то, то ты должен увеличить вес, потому что без веса ты не сделаешь ничего, да, это не ключевой параметр вес, но он, ну, в любом случае решает тот у кого пистолет, да, грубо говоря, но ты должен всё равно заниматься, потому что это и полезно, и полезно с практически точки зрения, полезно с точки зрения здоровья и так далее поэтому вот это отдельная тема сейчас мы не будем убрать ну вот и собственно говоря мне дали кличку Кощей то есть я был настолько тощий и на первой же пробежке там надо было пробежать 500 метров я упал без сознания то есть я был вообще дрячом там просто страшным и собственно говоря это чтобы было понимание вот какое я имел отношение к спорту в юности и меня там отвели в госпиталь и заставили на обед вокруг меня сажали там трех бравых хлопцев они сидели в меня пихали просто 3-4 порции жратвы там и я реально когда я пришел то есть это вот собственно спасибо за это армии мне вот в МД принято там армию знаете опускать типа армия это говно и именно в армии я во-первых ну вернул вес нормальный то есть я пришел из армии и у меня я весил не 49 килограмм у меня хотя бы какой то появился вес то есть я перестал быть там дрячом ну неправильно не дрячом перестал стать а вернулся хотя бы в норму то есть дрячом то я остался но я вернулся из вот анорексички хотя бы в какую то дрячовую норму ну собственно конечно как то физуху там чуть-чуть подкачал ну и самое главное в армии надо было бегать и я понял что я сдыхаю я не могу то есть несмотря на то что я в армии бросил курить да вот там была еще одна моя победа я понял что я сдыхаю я не могу 100 метров пробежать и я начал заставлять себя там постоянно вот свободное время которое было я постоянно бегал и я научился бегать ну вообще то есть у меня до этого я мог я очень быстро бегал 100 метровки то есть я был первый в школе с гигантским отрывом то есть я реально у меня очень быстро бегать но вот на длинные расстояния все я сдыхал момент там 500 метров все короче вот это был такой мой первый спорт ну и соответственно я начал хоть как то заниматься то есть опять же там были какие то снаряды было какое-то свободное время и я начал качаться то есть первые мои упражнения какие-то которые я там делал я вот начал делать в армии потом я приехал как бы в Москву ну и армия кончилась и я на очень долгий промежуток времени забил то есть были какие-то потуги пытаться как-то там значит вот вернуться пытался себя заставлять что-то делать но вот с 20 лет условно говоря да до 26 где-то 6 лет я ничем не занимался то есть я опять был не спортивный человек ну и теперь собственно пришло рассказать время про мой первый спорт в моей жизни как он вообще появился в общем на тот период по радио и по телеку очень любили транслировать песню вот эту и она звенела вообще из всех колонок какие только можно я тогда работал на абсолютно ужасной работе инженером-конструктором в Airbus это была невероятно тоскливая нудная и отвратительная работа и мне хотелось какого-то на тот период кончились и армейские друзья как бы и вообще не было возможности с кем-то пообщаться и пикаперская компания развалилась и в общем ничего не было в моей жизни такого вот то есть я работал потом шел домой сидел тупо дома и хотелось нам найти какую-то вот ну скажем так отдушину какую-то и я себя прям представлял 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 вот как я там поехал я еще даже ну я короче представлял вот картинки из этого клипа что вот я тоже на пляж уехал навсегда куда-то в такую вот латиноамериканскую страну и вот меня там типа приняли и как-то из этого из всего потом зародилось мысль что вот у меня когда-то была девушка которая меня звала на танцы а я вот как бы там для меня всегда танцами заниматься это было знаете короче не мужское занятие то есть это был какой-то позор и я невероятно стеснялся это было вообще прям просто просто боя а вот ну и собственно говоря получилось так что вот эта мысль что это боя что это не мужское занятие что это это какой-то челлендж короче это стало для меня каким-то вызовом и я вдруг из этого вызова вдруг родилась вот так как мне не хватало как раз это была скучная работа нудная не было в моей жизни какого-то просвета какого-то драйва я решил попробовать жизни то что а вот что у меня сыкотно что как бы про что я сам говорю что это позор и все во всем окружении говорит что это позор я взял и пошел процент позвоню корешу на игру пошли вот там на набережной у нас москве есть такая набережная где там все танцуют летом было как раз летая я позвонил бы суши пошли вот посмотрим я пошел смотреть а мне как раз вот хотелось вот этим вот танцами заняться вот это вот сальса бачата и там я встречаю челос значит со своей пикаперской тусовки который а урмеса было ну рмеса это главная пикаперская организация нашей страны было свое такое дочернее предприятие хастл клуб движения куда собственно всяких дече там и всяких пацанов они и таскали поэтому там всегда был перебор пацанов и недобор баб и этот чувак как раз он был рмесовец и движенец и он говорит да нахер тебе то сальса это говно вот у нас как раз набор а я как раз очень как вы знаете как я вам уже рассказал очень всегда боялся и до сих пор боюсь и не люблю когда на группе уже собранная группа и ты приходишь уже вот когда материал уже большую часть изложена а тут как раз новая группа с нуля то есть это значит шанс не быть совсем лузером и я помню что он в общем я решился я помню что я приехал как бы вот в свой вот этот вот клуб значит ну там где тогда был этот зал движения приехал туда за час и час я просто ходил по парку там был такой красивый сквер на Тульской я ходил по парку кусал вот так ногти просто а если там девочек не будет а что же ну в общем я пришел это все было на грязном вонючем заводе и конечно на первом занятии я почувствовал себя просто дебилом то есть это настолько мне ну было примерно как в школе заставляли на выпускном танцевать то есть я все делал как бы знаете так типа ну как то вот блять прям то есть мне не понравилось но я зачем то пошел думал ладно схожу второй раз вдруг там ну надо сходить там недельку походить но если прям совсем будет боя то значит там ладно и я пошел второй раз и тут неожиданно появилась какая девочка ну а для меня человека который тогда очень много занимался пикапом вот был была когда очень много в пикапе вот такой момент что к вам сама подходит девочка да то есть когда вы тратите огромное усилие на то чтобы просто с бабой заговорить и тут то что к вам сама подходит девочка и привет меня зовут там Зина давай ты будешь моим партнером там а вам 26 лет и вы стоите такой типа да да вот и ну я естественно и это в общем я естественно согласился это естественно меня подстегнуло то есть это стало мотивацией и эта девочка начала меня как то сразу там пинать давай там конкурсы хуенкурсы там тут же меня там в любви признал сказал что хочет со мной встречаться но я естественно ей отказал потому что я подумал о но если здесь такая малина то как бы чу юб ты ну и в итоге я настолько увлекся что я потом пришел на первую дискотеку это было тоже шоком дичайшим шоком потому что я видел ребят а многие же туда приходят с базой это примерно как ты пришел на какие нибудь вот микс файт и тебя ставят спарринг с каким-нибудь дедушкой я просто про это тоже расскажу тебя ставят спарринг с дедушкой который с 18 лет занимается единоборствами и там 20 лет бокса у него там 10 лет самбо и ты такой встал короче и тебе сразу просто неоткуда прилетает вот то же самое примерно я пришел на дискотеку у хасла устраиваются такие мы с Денисом про это рассказывали устраиваются такие дискотеки то есть куда люди приходят там девочки сидят на лавочках они их приглашают и херачат с ними и aí сидел и смотрел а туда естественно тоже приходят люди с базой то есть приходят, вот, бальники и я смотрел это все вот ебать, мой лысый череп куда я пришел там я просто сидел и обтекал аааа ну и потом спустя спустя там 10 лет и конечно же я видел таких же обтекающих и с пониманием к этому относился и я конечно все ужасно почувствовал Но я решил, тогда я понял, что у меня ничего не получается, и я решил, что на дискотеке решают мальчики, потому что, ну, мальчик ведет. И я, как бы, у нас была девочка одна, преподавала танцы, которая очень, ну, было даже мне, человеку, который два дня занимался танцем, было видно, что она херово преподает, и что она херово танцует, ее там все зачмыряли. Но при этом, и вообще она была какая-то немножко не от мира всего, но при этом, как бы, я почему-то на нее как-то так, вот как на препода повелся, и предложил ей, типа, давай я буду у тебя заниматься. Она за какие-то грошовые, ну, вот у меня тогда, в принципе, были на это деньги у меня были, и она какие-то, за какие-то грошовые, там, 500 рублей за занятия я начал к ней ездить. И это, конечно, дало мне, когда я начал, это первый год в моей жизни, когда я начал заниматься индивидуально, ну, не беря там занятий музыкой в школе, там, да. И когда я, собственно, стал заниматься, я понял, что с каждым занятием я прям расту, ага, и это я теперь понимаю, как делать, ага, 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 и как бы с каждым занятием я прям рос. И это было очень круто, за, в принципе, небольшие деньги, главное, я еще ловил кайф от того, что девочка занимается, то есть, вот все, для меня это всегда было очень важно, я не могу, вот, почему я не люблю группы. То есть, для меня очень важно, чтобы, вот, только мне все внимание было, только мне, 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 я хочу только вот, все, 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 остальных учеников несу. Я все время на группе из-за этого себя, фокус, 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 я из-за этого на группах постоянно как-то ревностно ревновал, вот, себя к другим, раньше, не сейчас, раньше, к другим ученикам. И, конечно, это было, ну, это был просто прорыв. И потом эта девочка меня выпихнула на первый конкурс. А мне, как бы, на тот период вот это вот движение уже начало себя, ну, как-то вызывать какую-то отрыжку. Почему? Потому что там было огромное количество всякой пикап, вот этих вот гуру-пикапа, этих там, Денис Шальнов, там, все вот эти вот там, мега-крутаны, которые приходили и вели себя, ну, то есть, ты, во-первых, ну, естественно, они там жали всех баб, ты, естественно, на фоне них был абсолютным лузером. Поэтому девочки на тебя внимания не обращали, при этом они вели себя максимально хамски с этими девочками, то есть, это было просто противно смотреть, то есть, ну, просто там зажимали, там, я не знаю, чуть ли не насиловали, то есть, ну, очень хамски себя вели, на мой взгляд. И, в принципе, в движении существовал какой-то вот, ну, культ личности, то есть, были вот там два, грубо говоря, гуру, которые, ну, по сути, из себя ничего не представляли. То есть, естественно, для людей, которые танцами не занимались, конечно, это были крутаны. Вот, там был такой Андрей Коньков и, значит, вот, главный человек по кличке Македонский. И меня уже, как бы, внутренне подбешивало, что схуя ли какой-то тощий чел взял себе кличку Македонский, то есть, ты вообще кто? Ну, меня, ну, меня очень вот всегда, я не любил, вот знаете, есть люди, которые не любят несправедливость, а я всегда очень не любил понтовость. Вот, не люблю я, когда люди, вот, строят из себя, понтуются больше, чем они есть. И какой-то тощий уродец, вот, из себя строил, мне это сразу было очень неприятно, поэтому я вот сразу, этот клуб у меня вызвал отторжение вот этим вот. И второй, вот, там был такой тренер Андрей Коньков, он очень любил ржать над всеми, то есть, он приходит над учеником, и, ну, грубо говоря, вы приходите к нему, там, без году два дня занимаетесь, он приходит такой, он начинает, «Хе-хе-хе, какой кривой, чё у тебя со спиной, мама же людей все издевалась, хе-хе-хе». То есть, я считаю, это вообще не педагогично, и за такое просто убивать там надо. И это тоже было очень тяжело переживать. И, в общем, меня партнерша вывела, вытащила на мой первый конкурс. Это был, это было позорище. Почему-то я, ну, лелеял какие-то надежды, конечно, что я там хоть в серединке буду. Мы заняли самое последнее место, самое последнее место. Значит, потом мне показали фотографии и видео, как я танцевал. Короче, я ушел в запой на две недели. Я забил на танцы, две недели я не просыхал. Просто не просыхал. Это показал, значит, чувак, который, ну, так как я своей партнерш тогда отказал, он вот ее как бы склеил. Там тоже был некий пикапер, который, значит, ее склеил, потом стал, вообще она от него залетела. Значит, и потом, спустя две недели я, значит, бухаю страшно. И этот же чувак мне присылает, он узнал, что я там ушел в запой, что я не хочу больше заниматься танцами. Он говорит, да ладно, ты что. И он мне присылает видео с первого конкурса вот этого самого господина Македонского. Где вот я себе показался просто уродцем, но то, что он мне вот показал, привез, ну, скинул ссылку, это, это был просто лютый какой-то ад. То есть мне было страшно подумать, то есть он в таких конвульсиях двигался. То есть это просто какие-то там какие-то страшные движения вообще низвергал. И я понял, что чувака, по-моему, не все потеряно. Но для меня тогда стало ясно, что, да, заниматься надо дальше появилось, как бы вот это вот, знаете, вот, чем хорош спорт? Почему я обязательно говорю, что пацанов молодых надо с детства заставлять вот в грязь лицом падать? Вот мама из-за них переживает, ой, а как же ему-то, ой, он проиграл, он стоит, плачет, вот он занял последнее место. Я считаю, чем раньше ребенок будет вот этот вот терпеть позор поражения, падать в грязь лицом, тем проще ему будет по жизни. Потому что вот эти вот все жизненные неудачи, вот эти вот все вот переживания, они все как раз вот из-за этого идут. Потому что мы, и чем вот спорт хорош, почему обязательно, то есть спорт это как раз аналог инициации в современной жизни. Вот умение получить там по зубам, грубо говоря, да, особенно жесткий спорт, типа бокса там и так далее. Ну, в принципе, любой соревновательный спорт здесь вот хорош. Умение получить по зубам, опозориться перед всеми. Потом посмотреть еще свое видео, там, понять, как ты херово там защищался или там танцевал или еще что-то делал. Там, и потом вот когда ты ушел ниже плинтуса, а потом, да, то есть, как в этой песне поется. Есть рейперская такая песня, типа, когда человек встает после падения, это не физика, там, типа, это характер и стремление. То есть, вот умение встать, отряхнуться, как бы, да, подняться и пойти дальше с новой силой. Вот именно это делает спорт. Это очень круто. Вот у меня этого тогда не было. И именно вот сейчас этот, вот именно этот спорт принес. Поэтому он очень важен. То есть, я считаю, что вот те, кто начинает там только какие-то свои первые шаги делать, как-то совершенствоваться, да, там, я не знаю, кто слушает мой канал, у кого проблемы с бабами, у кого там проблемы, не знаю, там, с какими-то, вот, там, с деньгами, там, еще с чем-то. Первое, что нужно, естественно, если речь о пацане, парне, первое, что ему нужно сделать, это найти вот такой вот компетишен в своем жизни. Это может быть все, что угодно. Какой-то спорт, какое-то дело, лучше, конечно, спорт. Но если ему индивидуальный спорт непереносим, ну, пусть он там себя, не знаю, в каких-то других пробует вещах, но где есть обязательно соревновательность, очень жесткая. Желательно, опять же говорю, это спорт. Просто надо найти тот спорт и того тренера. Вот я, например, по единоборствам до сих пор не нашел своего тренера, именно своего. Но я про это еще расскажу. И, значит, я тогда вернулся и понял, что да, с новой силой надо биться. Но я понял, что, я посмотрел видео, понял, что я абсолютно кривой, что нужна огромнейшая работа профессионала, который поменяет мое тело. Потому что я был, сейчас вот изображу, то есть, вот есть, когда парень сутулый, да, то есть, это плечи сюда внутрь, еще спина округлая. А есть еще одна тема, очень стрёмная, сейчас вот так уеду. Вот это когда, как бы, да, голова вот так вот. И вот с этой штукой, вот с этой штукой, да, видно там зеркало? Вот с этой штукой я до сих пор, я 10 лет занимаюсь танцами, я где-то вот у меня получается, малейшее какое-то, это настолько сложно побороть. Это, это рефлекторная реакция, прятаться, вот прятаться. Она полезна в боксе, на самом деле. В боксе, вот плечо там сюда, да, то есть, защиты вот эти. Но в танцах ты, наоборот, должен, это взаимопротивопротивоположные действия. И вот, вот это вот, вот отсюда вот вытащить вот сюда, в центр презентации, это вот очень тяжело. Есть ещё один косяк, но я сейчас на видео не покажу, потому что у меня, видите, короткий там фокус. То есть, вот здесь, как бы, в центре, там есть, так называемый, ну, крестец зажат. То есть, сейчас давайте попробуем показать. Вот здесь вот, да, вот тут вот эта вот часть, она у многих, как бы, вот так вот, вот видите, сейчас покажу, вот так вот. То есть, вот эта часть, она дугой идёт. Естественный изгиб, так называемый. Но на самом деле, нихуя не естественный, потому что очень часто живот растёт, и вот эта часть начинает ещё сильнее сжиматься. У вас зажимается крестец, и при этом вот этот центр бёдра, вот здесь, как бы, да, бёдра, они, как бы, все, наоборот, открыты. Так называемый развальный центр. И у вас походка разваленная, то есть, живот отсюда начинает вываливаться, а здесь всё зажимается. В результате болят, идёт адская нагрузка на поясницу, болит, ну, болеет, соответственно, поясница, и здесь начинает пережиматься. Я не очень специалист хороший в анатомии, начинает, в общем, крестец пережимает там хрящ или что там у него находится. Короче говоря, всё это приводит к болям спины. И по-хорошему, вот эту вот часть, как бы, да, надо, наоборот, вот, распрямлять вот так вот, то есть, бёдра вперёд подавать. Вот, и это всё, вот это всё поставить, это, ну, огромнейшая работа, сложнейшая. И, в принципе, в единоборствах, на самом деле, если глубоко заниматься на глубинном уровне, не вот, не там джеб научиться кидать, а на глубинном уровне, да, то есть, потому что любой человек, мало, или, ну, который серьёзно занимается единоборствами, он всё равно пойдёт и посмотрит какие-то другие школы. То есть, обязательно он сходит там, УШУ посмотрит. То есть, он не будет только вот бокс, 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 бокс. Он обязательно сходит, попытается посмотреть, а что там, а что можно взять оттуда себе притащить. И, конечно же, даже вот в глубинных этиноборствах, то есть, там, там тоже есть понятие центра. И вот это вот всё поставить, это было очень тяжело. Я понял, что в Хастле люди, ну, вот представим себе, что это деревяшка, в большинстве своём, на тот период особенно были. То есть, уровень Хастла тогда был просто, ну, как и всех социальных танцев. То есть, им этого было не нужно. Я понял, что мне нужны люди, которые смогут дать какую-то сверхинформацию, сверх что-то. Что-то такое, что, ну, сможет вот этих всех людей отыметь. То есть, тогда там количество бальников в Хастле было не очень велико. И я тут же, как вот, как, да, щёлкнуло, и вселенная подкинула. И я тут же, как бы, увидел на дискотеке, на Хастл, я увидел объявление, идёт набор школы, там, бального танца. Там, к сожалению, я сразу скажу, это была школа, которую вели стандартисты, причём очень слабые стандартисты. Латин у них была там вообще по Е-классу. Ну, то есть, вот, есть классы в бальных танцах. То есть, начинающий это Н-класс, Е идёт, это тоже начинающий Д, потом это такой уже чуть-чуть продолжающий С, потом, значит, Б-класс, потом идёт, значит, А, это, по-моему, кандидат мастера спорта. И потом, собственно, идёт там С, там, международный, там, суперстар, международный и так далее. Ну, а потом, как правило, люди уже там с этими классами, то есть, они перестают выступать полюбителями, идут в профики. Это ещё профессиональная лига, так называемая. И фигачат там. И в этом клубе были ребята, которые, ну, у них был там а-ля Б-класс по стандарту, Е-класс, там, или Д-класс по латине. То есть, всё было очень слабо. Латину они там рассказывали на очень примитивном уровне. Как бы, ну, по понятным причинам, что для хасла, да, лучше латино. То есть, ну, знаете, да, что в стандартных, ну, в бальных танцах, то есть, многие же, я когда занялся бальными танцами, надо мной многие друзья смеялись. То есть, уровень понимания в нашей стране, внимание. То есть, когда я до сих пор, я говорю, бальные танцы, ладно, ладно, друзьям простительно, ребят, простите меня. Вот вам простительно не знать, это нормально. Сейчас просто, сейчас я вам скажу, мне звонят клиенты, 9 из 10 клиентов, которые, то есть, мы ещё и устраиваем шоу. То есть, это когда приезжает пара в крутых платьях, там, за 200 тысяч рублей, там, с гелем, там, хуярит, там, танцует какую-то хрень, получает за это денежки, там, на каком-то там корпоративе Газпрома уезжает. Значит, вот мы вот делаем, и нам звонят, значит, вот такие вот, ладно ещё, если из Газпрома звонит кто-то, условно говоря, да. Бывает звонят вот event-менеджеры вот эти вот, event-агентства, звонят, говорят, здравствуйте, нам вот нужна бальная пара, значит, вы там в пачках должны станцевать, на пуантах. Мы такие, ребят, а вы куда звоните вообще? Она говорит, ну как, бальные танцы, ну, пачки там, пуанты. Она говорит, извините, не получится на своём, я просто говорю, извините, не получится на своём диалога, то есть, я уже понял вот за годы, что с такими клиентами лучше вообще не общаться. До свидания, то есть, не надо сюда больше звонить. То есть, вот многие думают, значит, всё раз, существует там две программы, стандартная, стандартная, европейская, так называемая программа, которую коротко называют стандарт, и латиноамериканская. То есть, коротко, да, совсем вот для, там, что называется, для тех, кто в танке. Значит, вот стандартная программа, это вот европейская, да, это длинные платья там, условно, то есть, всё очень-очень, совсем просто. То есть, у парней там фраки, это вальсы там, танго, всякие фокстроты, всё это медленно, протяжно и так далее. Значит, латино, это всё там ча-ча-ча, короче говоря, всё вот это вот мочилово. Вот, в чём, значит, плюс стандарта, да, то есть, в том, что, то есть, вот многие пикаперы там, значит, то есть, у моего кореша, например, я могу честно сказать, его 8 из 10 девочек сливали по одной простой причине, он сутулый. Просто говорить, так я не могу с ним, я не могу на это смотреть, он мало того, что там, ну, на лицо не очень удался, он пиздец, сутулый. И я ему, он, моим учеником одно время был, и я ему постоянно говорю, то есть, чувак, поправь осанку, ну, это невозможно, то есть, там, парень 2 метра, там, метр 78, ходит, как бы, то есть, вот, постоянно вот так, с, ну, просто у неё шея вообще вот уезжает. Это очень важно, то есть, презентация, это тоже важно, то есть, хотите вы, не хотите. И вот большой плюс стандарта, то, что, ну, им, в принципе, обязательно надо немножко позаниматься, то есть, даже если вы вообще там не хотите заниматься танцами, да, условно, потому что там моментально ставят осанку. То есть, ты приходишь, тебя там, палку вот сюда привязывают, да, условно, и ты вот стоишь там 10 минут, короче говоря. Плюс, а потом туда ещё вставляют партнёршую, тебе становится очень неудобно. Ну, и плюс, как бы, один из моих тренеров очень любил шутить, что, как это, самый сексуальный танец, ну, потому что, как бы, ты центрами всё время, так сказать, центром в партнёрше, так скажем. То есть, соприкоснованно, постоянный connection. Вот, я, как бы, начал танцевать эту тему, поначалу мне это очень помогло, это было круто, то есть, вот, что у меня тренер постоянно приходит, там, бьёт палкой по плечам, там, не знаю, там, то есть, меня это выправило, расправило, выправило, но сам стандарт мне очень быстро надоел, ну, прям, ну, очень, ну, то есть, вот, ну, сразу было. То есть, просто потанцевать прикольно, но в плане конкурсов это настолько было не моё. И на первый свой конкурс я вышел на полотине, там есть 60 пар, я там, ну, занял какое-то место посерединке. И это был уже прорыв после этого хастла, потом, после этого сразу я пошёл на хастл, и там занял первое место. И это было, конечно, уже ёкарный бабай. И примерно вот на тот период, когда на конкурсе, там, по латине, да, вот, я оказал в серединке, вот, у меня тогда уже была другая партнёрша, она была из такого, в общем, есть в России, в частности, в Москве, некие, то есть, как и везде, то есть, есть, там, клубы среднего звена, а есть, типа, клубы, там, типа, топ-3. Ну, и вот, как бы, всегда, там, с момента основания этих бальных танцев было, там, типа, два самых, там, вообще, the best from the best, это, там, латинский квартал и русский клуб. Вот, там, типа, the best, там, типа, там, самые крутые клубы, там. Вот, я как раз попал тогда, на тот момент, в латинский квартал. Ну, ладно, в общем, все знают этих тренеров, там, было, значит, что там говорить, было, там, три, значит, тренера. Макаров, Горелов и тогда, там, такой чувак Танцева по фамилии Евсеев. И, конечно, когда я туда пришел и увидел после вот этих вот гуру-пикапа, вот этих вот пидарков, блядь, в этих на формалининных рубашечках с аттрактантами, вот этих вот горе-хастлеров в маечках с волосатыми подмышками, из-под которых воняет, там, тощими телами и какими-то, там, я не знаю, там, девочками одетыми непонятно во что. Когда я пришел в реально нормальный клуб и получил доступ к, ну, это очень сложно просто описать, получил доступ к пацанам, ну, я постараюсь, может быть, ставить видео, несколько видюшек примерно, как выглядят, ну, нормальные, уже такой топового уровня, там, бальники фоном, да. Когда я пришел, увидел, как выглядят ребята, вот, даже, наверное, вот лучше вставить, там, хастлеров и каких-нибудь пикаперов, да, и, вот, там, бальников. Просто чтобы вот на таких мелких деталях вообще понять, вот, потому что это тоже важный момент, он тоже передает, вот, некую энергию, как выглядят, там, пикаперы, хастлеры и, вот, бальники. Потому что это тоже, я говорю, тоже определенная энергия. Когда, конечно, когда ты взаимодействуешь с людьми с этой, там, с этой энергией, ты понимаешь, что вот то, что, ну, как вот по Станиславскому, не верю, вот то, что несли тебе пикаперы, то есть это каким-то елейным голоском, какой-то там чувак, который в себе никакой сексуальности не несет вообще. То есть, ну, нету там вот на уровне тела, на уровне, вот, поведения, на уровне невербалики, на уровне образа, ну, нету там секса. Ни у Дениса Шального, ни у этого кота, там, ни у Лесли, ни у этого Петро, ни у Богачева, там нету секса. То есть, это просто вот тренера, да, как, да, господи, у этого, у бизнес-молодости, у этого Михаила, там, я забыл, как его фамилия, у него секса больше, чем у Петро, понимаете, или у там Дениса Шального, например, какого-то там, или Артеги. А здесь люди, которым не надо рассказывать про какие-то там тренинги, про какие-то фишки с бабами, они просто, это мужики, так как они танцуют с детства латину, и им надо постоянно жонглировать вот этими вот эмоциями, у них настолько раскачанное вот это вот, они постоянно тот образ несут, и они с ним слились, и там настолько раскачанная сексуальность, они постоянно с бабами, они постоянно их трогают, ласкают, у них настолько раскачанное, они прям, они в ней парят, они купаются в собственной сперме просто, понимаете, вот в этой энергии. И ты приходишь И это не какой-то задроченный Леопардик, у которого я учился Или какие-то вот Он просто, понимаете, плюс в латине Знаете, там такие позиции мощные То есть вот он встал просто Какой-то посадобль И ты просто, двухметровый какой-нибудь Тренер просто встает перед тобой Вот так вот И там тот же Евсеев, у него были такие То есть я пришел, парень, месяц занимаюсь латиной Он такой стоит и говорит Я понимаю, что ты не выучил Еще шагов ча-ча-ча Но я хочу видеть, как ты Трахаешь свою партнершу глазами На этом паркете, а не эту хуйню Которую ты тут танцуешь, блять И там все в зале такие Покажи мне сакс И ты такой Ну, это, конечно, он был неправ, но вот сама, понимаете Вот эта вот метафоричность Как они выглядели, да, то есть Там, как правило, это здесь всякие висячки у них какие-то тоже висят То есть вот оттуда пошла вот эта мода В частности у меня к вот этим Которое, кстати, некоторые девочки не любят Надо сказать, но я, например, это очень люблю Вот этим вот футболкам, распоротым до пупка Некто, я специально себе, когда вот я начал проникаться этой латинистой темой Я специально себе разрезал вот футболки, покупал, разрезал их до пупка Чтобы там поновежь каких-то аттрактантов Потому что это был другой образ Это было сложно передать это словами, но от таких мужиков вот Шла абсолютно некупленная, ненаигранная, естественная сексуальность И просто вертясь вот в кругу этих чуваков Ты просто заряжаешься этой энергетикой То есть это не сравнить ни с какими пикаперами Там, с какими-то гуру там Ты просто вот с ними трясешься Ты прям просто как будто ты к розетке подсоединился То есть от них такая энергетика шла От этих тренеров То есть вот, ну а у кого я занимался, да То есть там Горелов, Макаров, там я не знаю Это там, я уже забыл, там Даша, Даша, как ее там была-то фамилия, блин Эх, ну короче говоря, да То есть это же топ, там полуфинал, финал и DSF То есть это чемпионаты России, там финал, полуфинал То есть это топ, там Гусев, там не знаю То есть вся вот эта тусняка, это же, это просто олимп Танцевальный олимп России, то есть боги Те, кто там, ну просто вот представляет Россию на международных турнирах По сути, то есть это вот божество То есть это примерно как заниматься у Мухаммеда Али, там или я не знаю У кого там, кто там у нас сейчас У Емельяненко какого-нибудь там, да Или у Буакавы там у какого-нибудь заниматься Вот, или у кто там, монах-то этот китайский, забыл там Как его зовут То есть это примерно то же самое И ты такой энергией подпитываешься Вот, и меня это зарядило Очень сильно зарядило И на тот момент я был невероятным мозгоебом То есть я очень сильно себе трахал сам мозги Какими-то бесконечными проблемами Там, я так одинок, у меня нет женщины Я очень долго лечился вот от этого вот комплекса одиночества Что мне обязательно нужна баба И танцы, и вообще спорт стали просто наркотиком Стали таким охуеннейшим медицинским средством от этого Каким не стали психологи Почему? Потому что ты, я прихожу к тренеру Вывалил, ну тогда индивы стоили не так дорого там Ну в принципе они и сейчас вот в танцах на самом деле То есть на среднем, на моем вот даже уровне Индивы стоят недорого То есть там тысяча рублей, но вы же платите на пару То есть партнерш То есть по 500 рублей в принципе час вас трахают То есть я приходил тогда там и говорил там Три индивы подряд То есть три часа На три часа А фишка в чем вот особенность человеческой психики Человек не может одновременно фрустрировать И выполнять какую-то сложную координатную деятельность Где нужно максимальное сосредоточение И вот эти три часа Они позволяли отключиться То есть я приходил И тренера вот из говна Я же никогда спортом не занимался У меня не было вообще тела Тело было вообще не подставлено Кривой позвоночник Там вот эта вот уезжающая шея Огромные зажимы здесь Неработающее тело Просто провалы на всех областях На всех Абсолютная неспортивность Неумение дышать даже Вот это вот было Выдыхать правильно Вдыхать воздух И я приходил И специально говорил Пожжёстче пожалуйста И тренера там просто чуть ли не матом Там орают То есть Еще раз блять пошел Давай еще раз там Пока не сдохнешь там Нормально Живой Еще раз там И вот это помогало Пережить вот это вот Вот эту всю боль какую-то И постепенно вот это вот Геморрой весь из головы То есть все вот это говно Оно выходило Естественно Ничего не бывает Бесследно Да То есть нельзя куда-то Прикладывать усилия И двигаться в этом назад То есть если ты во что-то Инвестируешь Это растет Естественно я инвестировал В бальные танцы Всю зарплату Конечно у меня рос уровень Росла техника Конечно я стал побеждать И я могу сказать Что там до Б класса До А даже класса То есть парню То есть вот многие думают Что там фу Типа там То есть кандидат мастера спорта Как можно 26 лет заняться Вот я занялся в 26 лет Я за 2 года Я получил Б класс Долго правда потом получал А Вот его я получал еще год Потому что вот там Так получается что В некоторых организациях Просто вот уже в Б классе Примерно Начинают наваливать дети То есть до этого Там есть просто Там типа для У них есть юниоры Всякие там ювеналы Где они танцуют Детвора по своим категориям И вот в своей куче Ты как бы с ними Там где-то по классам танцуешь Ты с ними не взаимодействуешь То есть они тебе не мешают А вот примерно по Б классу Они уже дорастают И туда наваливают То есть все те Кто занимался не как ты Там 3 года 4 года А те кто занимался по 15 лет И конечно Ну здесь просто Просто опыт То есть конечно Их порвать Но ты можешь только На какой-то там Тем что ты более мощный Более большой Более там Больше секса дашь Более дорогой костюм Можешь купить Там не знаю Там И там Так далее И тому подобное Более осознанный Какой-то танец Показать там И это было очень тяжело А потом неожиданно Как-то у меня Закрылся вопрос Личный Вот Да Личный вопрос И Собственно говоря Неожиданно Мотивация К этим танцулькам Она начала пропадать Потому что все это По сути Я реально Вот представьте Это смешно Но я реально Занимался Всем этим делом Исключительно Вот С той целью Чтобы Ну там Типа Я думаю Что если Как только у меня будет А-класс Я буду приходить на хастл И девчонки будут Бросаться в ноги Оказалось Что все это Совсем не так Но Я думаю Что кастл Я уже удлинил Слишком сильно Вот Про финал Вот Как я ушел Про закат Моих там Увлечения танцами Про переосмысливание Про мои там Скитания Про переосмысливание Танца В очередной раз Про Как я занимался Качалкой И как я туда ходил Как я Занимался Бегом Как я Мое пришествие Новое Очередное Боевое искусство И мои мысли По поводу Боевых искусств И планов Как я опять Вернулся там В танцы Вот про это Я расскажу Во второй части Потому что Ну уже во-первых Устал Во-вторых Очень длинный каст Получился Ну надеюсь Вам хоть чуть-чуть Было это интересно Вот Так что Давайте Оставайтесь с нами Палец вверх Лайки Репосты Подпись на канал И ждем второй части Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok